сегодня полдня я не вижу своего мужа где он что он тут обалдеть есть сказках посадил дед репку а тут посадил дед всего по нему русскую короче не знаю решил попробовать взял всего по пару кустиков два перца два помидора два баклажана и два урца вот насмотрелся в интернете видосов как сажают в мешки ведра куда только возможно в ящике сажают куда только можно теперь можно посмотреть решил попробовать да сейчас я объясню как я сделал значит мешок где-то вот до сюда он мульча там ну это трава там ветками мелкие ветки трава сухая забросал и сверху уже сам перегной с этих же мешков из лидла все это баклажанчик нет это перец 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 уже цветет уже зацвел даже успел посадить у нас все быстро там уже баклажаны есть скоро урожай будем собирать это помидорки обычные сказали там один кустик помидорки которые как сливки посмотрим еще там у нас куст помидоры не знаю что с помидорами делать будет консервироваться или консервировать или на базар пойдешь продавать не знаю что делать а это какой сорт ну это сливка это земля еще просядет потом на будет добавлять досыпать еще сто процентов постепенно по ходу дела вот это уже баклажан джан джан баклажан ну теперь я тут жить буду до долго искать будешь я знаю где тебе смотри баклажан висит видишь смех с мехом а баклажан уже вот он так что урожай будет по любому не знаю делаю первый раз оно покажет посадил здесь посадил дед репку да посадил здесь это самое здесь солнца нету потому что у нас такое солнце что даже подсолнухи сжигает подсолнухи я перетащил солнце потому что чуть не потерял поэтому посадил в тень тем более пока оно молодое пока еще она не принялась лучше пусть тенечки будет а там видно будет я просто знаю если растения не хватает солнца то она начинает как листья светлые становятся как ну не до от недостатка света видно сразу и если бы солнца не хватает а то просто листву сверху прорву чтобы на них солнце попадало и все вопрос решается или же она в мешках и можно перенести на солнце если захочется то есть все мобильно все удобно в общем проблемы если появятся будем решать по мере их поступления вот такой вот огород ну браво 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 сур мурзи увидела помощника моего один он рядом со мной сетта ох тыс мурзи всегда рядом со мной давай мальчик он крепко спит глубоко уснул но у меня обед готов сейчас это поливаю ну давай давай у нас сегодня постный день да у нас сегодня постный день что тут у нас постного эльвира хайдаровна наготовила постный стол это постное да а что это такое? рис с капустой что ли? рис с капустой но там еще добавляются разные там прибамбасики это вы увидите потом в видео название есть у блюда? да лоханоризу о заходите на эльвирный канал с вкусняшками там будет лоханоризу греческое блюдо кстати салатик хлебушек рыбка жареная а рыбку можно вкусно? ну в определенные дни можно и чуть-чуть можно лишь бы не мясо да? не мясо нельзя ну вот так вот по скромненькому ну очень вкусно вкусный стол прикольно 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 казалось бы да? капуста, рис, но там добавляются ингредиентики которые придают вкус секретные ну я сейчас не хочу раскрывать ну понятно будет интересно конечно интервью надо соблюсти садитесь тоже обедать приятного аппетита садитесь с нами а потом позже увидимся и как урожай здесь собираешь? и снова здравствуйте жара жарой работу надо делать сделаем мы за нас никто не поделает сейчас июнь и время заготавливать травы различные специи да Мурзя иди помогать будешь иди мой мальчик специи лекарственные травы сейчас заготавливают вот и я тоже что же она будет пропадать? оно же у нас есть вот вы приедете а я вам подарю пучочек орегано например оно высушится вот сейчас свяжу по пучкам это все и будут уже и для нас и для вас маленькие презентики до Мурзя и заодно его прорежу чтобы оно сильно не разрасталось потому что вымахивают такие кустарники что мама дорогая ничего не видно земли не видно за эти мореганы вот видите он сейчас цветет как раз во время цветения во время его сбора ну это остальное оставлю пусть дальше разрастается ну и мяту тоже можно собрать у нас мята вот тоже обалденная она и в чай хорошо идет и в некоторые блюда и в овощные блюда и в мясные идут греки очень любят мяту вот такими небольшими пучочками можно ой запах какой сушить и использовать потом ну в чай конечно мужикам особо не это самое аккуратненько надо не рекомендуется потому что да потому что не для мужчин это особо ну по чуть-чуть можно не увлекаться да если раз в день я думаю что или раз в три дня там ничего страшного не будет эти травки нам пригодятся мяты много прям прям очень много мяты мяты много не бывает еще есть кстати с прошлого года у меня мята уже практически не осталось ну вот сейчас насушим будешь пользоваться да Мурзя жаль посылки нельзя высылать не нельзя растения не разрешат не разрешают хотя если высушить и смельчить наверное не разрешают ну да ну да ну да думают наркота какая-то да там же на проверке на раскроет все выпотрошит ну да нам грибы один раз присылали вот вот проведем хорош какая прелесть пахнет вообще обалденно ммм понюхайте ммм понюхайте много сейчас соберу еще тимьян и базилик да и потом навяжу и потом все вместе будем вешать на сушку так это у нас тимьянчик это у нас тимьянчик можно и чай заваривать а можно и мясо и к мясу можно приправа очень такая мощная ядреная душистая надо по чуть-чуть и особенно надо быть аккуратно тем у кого высокое давление то есть я стараюсь с тимьяном быть аккуратнее вот ну и вы тоже смотрите потому что он очень тонизирует и очень ну не очень но он давление поднимает лепесточки а у кого низкое давление тем наоборот побольше тимьянчика чая с тимьяном будет хорошо сорняки тут я сорняки там не надо мужа ты пришел все таки да без нас никак ты ж мой мальчик ты мой золотой иди в тенечек иди иди под машину залезь к папе к папе к папе без папы никуда а лепесток я не пойму что тюрьбу иди встал все иди встал иди встал к нам иди встал Идем покажем, какой у нас гладиолус вымахал. Пойдем. Пока вспомнили. Заценили по росту. Выше Эльвиры вымахал. Он почти меня уже догнал. Вот так вот. Вот нравится им здесь. Они вообще все гладиолусы хорошо растут здесь. Красный тоже хорошо пошел. Чуть-чуть догоняет уже. Ну а Мурзи? Мурзи белкими перебежками. По тенечку, по тенечку. Скажи, вы бегаете туда и сюда. Чтобы не сидится на месте. И они нарадуются ибискусом. Ну да, он в Бали был чахлик. Но в горшке рос, понимаешь. В горшке, конечно, ему тяжело было. Да, Мурзи. Да, мы мальчик. Поливать иногда забывали. А сейчас, конечно, ему в этой самой вкатке от пальмы вообще классно. Еще я более-менее научился, ну, учусь, до сих пор еще учусь ухаживать за цветами. Обрезка, полив, удобрения. Вот, кстати, тля появилась опять. Зараза, смотри. О, вчера не было. Вот, выше, выше, выше на цветка, на бутонах. Вижу, вижу, вижу. Зараза. Вот это уже надо брызать. Потому что она потом разойдется и пойдет на другие цветы. Да. В первую очередь тля всегда появляется на ибискусе, потом переходит на розы. Розы, вот эти оставил в длину специально. Они дадут, их когда много, я заметил, когда не убираешь бутоны, они дают маленькие цветочки. То есть, смотри, видишь, мало лепестков. Такие непышные. А если вот эти все поубирать и оставить один-два, то будут пышные розы. Но я не стал убирать, чтобы они вымахали в длину и тоже пущу их по стенке. Вот стенка пустая. Один пущу туда, второй пущу сюда. И тут будет красная, вот она готова, а тут будет желкая. Молодец, молодец. Бананину одну я спилил все-таки, старую самую. И смотрите, как поперли новые бананы. Вот, это уже новый. Вот, и вон, вон, новая тоже. Да, Мурзи. Беды бурзы. Да, Мурзи, бананы. Слушай, вы меня замотали, умотали. Вот, что вам еще показать? Миссимираки распускаются хорошо в этом велосипеде. Наталья, браво, не забывает поливать. Вот такой у нас сад-огород. Так, на чем мы остановились тут? На базилик. Базилик тебе весь вот этот нужен? Срезай его, он еще даст, конечно. Еще хочу в Донецк взять. Пусть будет. А там нету базилика? Ну, тоже свой. А-а. Ну да, тоже греческий. Конечно. Ну, я молоденький оставлю. Я сам это... Нет, сам это закоренелый убирай. А молоденький пусть растет. Жирные поубираю. Молоденький мне сейчас нужны будут. Да, Мурзя? А то папе только дай ножницы в руки. Все подчикает. Это я умею. Смотрите продолжение в следующей серии. О, здравствуйте. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Есть травница, есть травник. Да, шаман. Нарву цветов и подарю букет той девочке, которую люблю. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 шкода шкода не может шкода шкода бот насушен специй на продаем и прозимуем до построим дом на эти деньги а мужа мужа смотрим в шоке мой фото с хозяином непорядок какой-то а мужа выходить буш и там жить будешь что тут мой огород вот этот перец я вижу как даже набирает силу такой жирнее стал ты согласен листья стали этот пока чахленький но у него появились уже цветочки бутончики за два дня помидор как был так и есть этот тоже цветочки выпустил этот распустился цветочек на баклажанке свеженький да его не было тут баклажанина растет растет увеличивается в размерах но огурцы пока вроде без изменений пока гаучки вот я не знаю может им солнца мало может она попрорывать подожди два дня только прошло пока потерпит да конечно потому что я знаю что баклажаны любят солнце да вообще все все любят солнце но в меру кто-то больше какой-то меньше мужа а муж за солнце не любит да можно скажи муж я сам солнце сам солнце яркое и милучее дай пузо почешу чего не хочешь ладно не буду бабайка может окунуться не то что жарко душно парень как на дождь сегодня материковую грецию поливает а по полной до нас вроде не доходит настолько облачь как обычно нас попугает но душно не хочешь окунуться нет я потом подсолнушки видите как даже убрал из прямого солнца здесь солнце только по утрам бывает это не очень хорошо себя чувствую а там когда их поставил первый раз они в первый же день и думал не спасу их главное цветки люди которые были большие загнулись но остальные вроде отошли даже до семечек не дошло кстати вот эти от обреза ромашки до цвешь и вот это по идее тоже семена да конечно только не не вызревшие надо что-то сохли когда сохнут будут семена можно будет садить потом вот эти вызревшие и можно садить клумбы все заполнить ромашкой это все катодорацию можно заполнить соседям продавать этот бонусом хочу провести эксперимент мне кажется если обрезать старые то будет больше новых цветов ему за по моему со мной согласен до мужик поохранял травку решил вернуться еще хочу газон постричь сейчас ромашка закончу сделал газончик и потом уже занырнул на работу поделать вот эти чудо лежит испугался я должен был включить такие звуки у нас бывают у людей ну что делать ну да кстати белые какие у вас помидоры выросли да вообще скоро будут собирать Клубничку убрать надо, видела клубничка какая? Красота смотри а тут Клубники в этом году поедим На кусты пошел только один куст на эти самые на усики Настояние все в ягоду Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Жаль, крылья нема. Ну и это у нас не пропадает. Это идет на удобрение. Мульча. Что? Что за мульча? Ну вот так называется. Зарявшая трава. Когда при посадке растений, цветов называется мульчирование. Когда травку подкладываешь, она высохнет. Как опилки. Как опилки используют в посадке, то же самое это. Это же самое лучшее растительное удобрение. Что же бросаешь? Ты меня поражаешь. Ютуба посмотришь, еще не такому научишься, Эльвира. Что за мульча? Что за мульча? Ты меня поражаешь, что и моё. А если ты меня поражаешь, то ты меня поражаешь. Что за мульча? Ты меня поражаешь? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...